Смотрите, кто к нам пришел на съемки. Это Ляля, наша кисса. Мы ее подобрали, точнее, не мы ее подобрали, ее подобрали люди из подвала, она там жила где-то, короче. Котеночка. Да, а мы увидели объявление, тогда Наташа очень сильно хотела котенка, короче, она такая, Саша, давай заведем, давай заведем, а я ей такой, типа, нет. Мы должны, типа, пожить вместе сначала, понять, что такое взрослая жизнь, и только потом мы решим. В телеге я просила задавать вопросы для видео специально, чтобы мы на видео на них ответили. Они будут появляться, выплывать вот где-то вот, 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 где-то тут, и мы будем на них отвечать. Все очень просто. Блин, ну это сложный на самом деле механизм. Надо прочитать вопросы, потом еще на него и ответить. Это не так уж легко, как тебе кажется. Вау. Прям экзамен. Банальные вопросы о нас мы уже снимали. Вы знаете, у нас немножко больше, и будет меньше вопросов. Почему ребенок блондинка? А вы мюрнеты? Ну, в общем, поехали. Вот. Первый вопрос. Как справляетесь с гиперактивностью Оливии, когда вы устаёте? Это прям, в смысле, такой, наверное, вопрос очень серьёзный. С гиперактивностью Оливии справиться, когда ты устаёшь, просто нереально. Но ты просто в режиме выживальщика какого-то выходишь с ней на детскую площадку и пытаешься просто спасти ребёнка, потому что она отсюда лезет, отовсюду прыгает, бежит, кувыркается в этот момент, ещё что-то делает. Ты просто работаешь на автомате. Я не помню, чтобы момента, когда я бы сказал, что я отдохнул прям... Нет, ну, были-были моменты, когда я не высыпался прям очень сильно, и Наташа такая, всё, иди спи. Вот тогда я там немножко передохнул, но это настолько действительно нечасто, что ты просто в режиме Терминатора, наверное, всё время работаешь. Я не справляюсь, я срываюсь. А когда я чувствую, что я прям, ну, вот сорвусь, я выбаю мультик. Потому что если я чувствую, что я не вывожу, то мне проще остаться дома, врубить ей мультик, и всё. Идти куда-то с ней, там, ну, то есть, когда сил нет. Так, в целом, мы-то привыкли уже к этому режиму, к такому, к такой жизни, в нон-стопом. Вот. Когда эта белка бегает, бегает, бегает всё время. Вот. Она ж не сидит вообще, у неё сидячие игры, это что? Это пять минут ванной. Пять минут, дри. Поэтому, да, как мы справляемся. Вот как-то так. Из последних сил, как говорится. Из последних сил, когда ребёнок заснёт. Олива часто платит. Оливия часто плачет. Конечно, это же ребёнок. А сейчас вступает в игру душнила Наталья. Конечно, плачет, как и все дети. Это нормально. Плакать – это абсолютно нормально. Причём не только детям, но и взрослым. И папам. Любого пола, любого возраста. У них не просто так организму даны слёзы, дана возможность плакать, избавляться от стресса. Это способ сбросить стресс. У нас в обществе такое представление о том, что семья плачет – это невоспитанная. Но нет, это не так совершенно. Дети плачут не потому, что их расхлябали, им много разрешают, им не запрещают что-то делать, они поэтому истеряют. Нет. Ну, кстати, истерики я тоже разделяю. Плач и истерики. То есть плачет что-то, связанное с грустью. То есть она когда расстраивается, грустит, печалится. Истерики – это когда такой непроизвольный, ну, у детей нет произвольного выплеска энергии, эмоций, он непроизвольный выплеск какой-то фрустрации, энергии негативной, вот этой, которая скопилась внутри, когда они там падают, кричат, бьются там от пол. Это тоже, ну, это неестественная реакция организма, конечно, не всегда она нормальна, но это естественно. То есть здесь тоже осуждать не нужно, это незрелость мозга, вот. Оливия часто плачет, Оливия плачет каждый день, может по сто раз плачет, может один, может вообще, ну, нет, вообще, наверное, такого не было. Но зачастую она плачет именно от Оливии, что там что-то не получается. Истерик у нее нет, да. То есть, ну, они есть, но они редки, и когда что-то прям жесть, то есть накопилось, там много факторов, то есть она может где-то там либо перевозбудилась, либо плохо спала, либо наоборот хочет спать, либо там голодная, ну, либо... Стощили от чего-то. Либо, может быть, даже погода. Бывает, да, у нее какое-то сильное желание, какой-то фетиш на какие-то игрушки. Вот, типа шарики, вот, ну, к примеру. Вот, когда Лива что-то хотела, и вот все время, когда она это видела, она вот, ну, не слайс, что-то хватать хотела, забирать в магазине том же. Ну, понятное дело, это нельзя делать. И, конечно, мы забирали, мы клали, но она расстраивалась. Ты что-то хотел, прикиньте, у ребенка энергия, вот эта вот направленная на то, чтобы что-то схватить, взять, изучить, она направлена была на этот процесс, а у них что-то вот может только на одно быть направлено в этом возрасте. Вот эта вот их энергия. Они вот мобилизировались, собрались, все, вся вот их, весь организм работает на то, чтобы получить это. И это забрали. И вот эта вся энергия, она, которая должна была быть направлена на изучение этого предмета, она просто вот рушила организм, в организме это все просто бум, вот так вот. И резко начинает выделяться гормон стресса, с которым они, мозг не умеет справляться, и отсюда вот это вот, вот это вот состояние, когда вот как будто жизнь кончилась. То есть вот с детьми реально так. И вот поэтому они бьются. Но в какой-то истерике, рыдают, орут. Это просто такая реакция, это нормально. Вот таких вот истерик у Оливии мало. Хотя был период, был период, но мы не отучали, не было такого, что мы там ругали, не знаю никогда. Обнимаем. Мы всегда проговариваем. Проговариваем. Важно проговаривать, потому что ребенок-то не понимает, что он чувствует, что он чувствует. Обида, расстройство. Что это, да. Вообще, что это? Прикиньте, человек родился, мозг начинает развиваться, он открывает, что как-то есть разные эмоции, разные чувства. Можно быть с чем-то несогласным, можно что-то хотеть, можно что-то не хотеть. Но дети не умеют адекватно вот этот импульс сдержать, и они начинают кричать и топать ногами. Префронтальная кора головного мозга, которая отвечает вот как раз таки за сдерживание. То есть мы понимаем, что наша реакция социально неприемлема. То есть прикиньте, взрослому что-то скажет на работе, он начнет топать ногами, орать там, и все разбрасывать, и психовать, и я не буду это делать, вот так вот прям, жесть. И еще будет кусать начальника. И наша префронтальная кора, это, ну, анализирует этот момент, и она как бы сдерживает импульс, то есть какая-то злость, да, мы разозлились на кого-то, и мы понимаем, что мы не можем ему морду дать, да, там, или еще что-то сделать. И префронтальная кора, она как бы работает на то, чтобы сдержать этот момент. У детей она не развита совершенно. Это, ну, к семи годам, вот в среднем у детей дозревает. До семи лет, в принципе, до семи лет, в принципе, эти реакции, они нормальны. То есть, ну, опять же, все зависит от социальной среды, в которой растет ребенок. На этом я закончу. У нас всего лишь спросили, плачет ли Оливия. Можно было просто сказать, да, плачет. Я пытаюсь поделиться, донести до людей, потому что до сих пор в обществе гуляет мнение, что плакать, это плохо, что ребенок испорчен. Это не так. Ребенок не испорчен. Родители бывают испорчены, а ребенок не испорчен. На самом деле... Он следует своей программе, естественной. Я умная, я умная. В протяжении всего нашего периода родительства я к ней прислушиваюсь в полной мере и стараюсь выполнять все, что она говорит. И действительно, это очень помогает, когда родители, ну, допустим, на улице видишь, как-то себя ведут иначе, а ты вот в той же ситуации ведешь себя вот другим образом. Ребенок тебя начинает лучше слышать. Доступно ли вам какое-то продвижение в блогинге на ДВ? Узнают ли вас на улице? Подходит ли фоткаться? В городе вообще, в смысле, есть тоже блогеры, есть раскрученные, есть не очень, да, раскрученные. По аудиториству, аудиторию. Да, то есть... Мы такие суперсредние, мне кажется. Есть тоже крутые, талантливые ребята, есть, которые еще ищут себя и пытаются развиваться, то есть, в принципе, вот мы немного познакомились с ребятами некоторыми и, ну, начинаем с ними потихонечку общаться. С этой точки зрения доступности блогинга, то да, продвижение, то да. Здесь у нас офис на сайт People открыт, мы там резидент. Да. Там много возможностей открывается, ну, в смысле, там и студия, можно там что-то снимать, и ребята, информацией, эмоциями, помощи просить. Да, друг другу помогать и так далее. То есть, в этом плане, да. все нормально. Узнают. Конечно, да, узнают. Хотя нет, по Оливии меня на детской площадке девочку узнала. По Оливии, не по мне, по Оливии. Сказала, что на ТикТоке на вас подписаны. Маленькая, не какая-то маленькая, ну, ну, Наташа же, она же все время за кадром. Да, я закадываю голос. Кто-то до сих пор пишет, я впервые увидела жену. Вот. Поэтому меня, да, разумеется, узнают, бывает на улице, бывает где-нибудь в кафе, еще где-либо. Бывает, люди подходят, бывают, делают вот так. Это немного напрягает, выбивает из себя, да, то есть, ты не знаешь, как на это реагировать. Ты уже не можешь, как бы, абстрагироваться. в смысле, я это не вижу, там, и так далее. То есть, тебя это немножко напрягает. По той причине, что я никогда не против, когда люди там подходят, вот, говорят, здрасте, там, вас видели, такое прикольно, спасибо, что смотрите. То есть, ну, никогда не отказываем в общении людям, да, обменяться, там, информацией какой-то, сфотографироваться тоже, люди подходили, спокойно фоткались, делали, как бы, без проблем. Ну, куда вот больше, реально, вот такие моменты, так это напегают. Да, вот, от этого просто некомфортно, но я просто делюсь своими, как эмоциями, ощущениями. Почему Оливе редко делаете хвостики? Как же колебали, господи. Это должно было быть в том видео, кстати. Про самые частые вопросы? Про хвостики, господи. Или же про прическу, почему не расчесываете, почему не делаете хвостики, почему не убираете с глаз волосы. Давайте по порядку. Если вдруг поменялся ракурс света, он, скорее всего, поменялся, просто он сел телефон, поэтому мы продолжаем с того, на чем закончим. Я по сути, успел помочь. Вопрос про хвостики. А я пельмешей, тарелку сожрать. Завязываем мы их часто, но она их срывает вместе с волосами, соответственно, когда она их срывает, ей больно, и она орет. То есть ты ее завязываешь, минут 15 она бегает, потом все, ей это приносит дискомфорт, она начинает срывать. С заколками то же самое. Плюс, через ор ребенка приучать эти хвостики завязывать. Мы не сторонники. Мы не сторонники этого метода, а я больше сторонник того, что ребенок сам дозреет до этого, сам к этому придет, поймет, что это красиво. Конечно, мы будем ей объяснять и все такое, но пока она сама не придет к этому, не уравновесит вот эти вот два момента, что ей может быть где-то дискомфортно делать хвостик, ей не хочется, но в то же время она сможет потерпеть, чтобы было красиво. А Лилии неплохо от того, что они там волосы в глаз лезут. Да, она вот так делает. Если ей дискомфортно, она убирает. Плюс на видео, то, что люди видят, это моменты, когда я снимаю, она бесится, бегает, когда мы уже, может быть, какое-то долгое время на прогулке, долгое время Саша с ней носится, бегает, играет. То есть, соответственно, она бегает, у нас жара, 90% влажность, лето, она бегает, и, соответственно, волосы потеют, где-то слипаются, потому что это детские, вот эти тонкие волосенки. Ну, соответственно, понятно, что не будет идеальная прическа, и они все лохматятся, и понятно, что такой вид у нее. То есть, ну, поставим тоже расчесывать, черезор, я тоже не сторонника этого. Ну, бегает ребенок бегать. Я не помню, что-то мне в детстве, вот там, лет до 10, что-то мешало, а я бегала сюда с рассущенными волосами, у меня вечно все в глазах было, в еде вечно эти волосы, везде они запутываются, мама мне колтуны вычесывала, туда жвачки, и мне было по кайфу. То есть, потом, понятное дело, что я же не хожу такая в этом возрасте, в школу я не ходила такая. Но утром сегодня была такая. Ну, то есть, все нормально. Это, ребенок выйдет в общество, он это увидит, он начнет это понимать, уравновешивать какие-то там импульсы противоречивые, его мозг сможет это делать, и он придет к тому, чтобы спокойно сам согласиться, когда ты ему предлагаешь делать прическу, он согласится, да, давай. То есть, вот так. Терезор не наша тема. Вопрос задается с таким контекстом часто, что что она у вас вечно лохматая, что у вас вечного ребенка волосы там распущенные. Потому что они растут. Ну, нет, мы, блин, специально вот хотим, чтобы ей волосы в глаза попадали. Нет. Когда она носится, это, ну, они вечно, то есть, они то где-то здесь, то назад, она, а когда она сидит, если она что-то там смотрит, она их убирает сама, ей все нормально. Часто оставляете Оливию с бабушками и дедушками? Ни разу не было. Ни разу. Ни разу. Так, чтобы прям с нас надолго, нет. Ну, моя мама с папой могут с ней там в игровой комнатке где-нибудь побыть там минут 30 в потолок. А так, чтобы оставлять, нет. Никогда. у Оливии нет цепляния к нам какого-то такого тревожного. Просто тут ей именно сложно, так как она очень эмоциональная, сложный момент не в том, что она там маму, маму там боится потерять и вот у нее какая-то тревожность. Нет, не в этом проблема. Проблема в том, что эмоции, когда у нее, ну, они яркие очень, она же такая прям вся импульсивная. Ну, как и все дети, но у Оливии прям, я заметила, что такая вот особенность по крайней мере есть, что эмоции свои она может только на нас выплеснуть, так чтобы прям, чтобы ее успокоили. И успокоиться, адекватно успокоиться, не просто там, ой, посмотри, птичка полетела, там ребенок отвлекся, она так не отвлекается. То есть адекватно успокоиться, она может только вот у нас. И пока что, ну, мы в процессе, конечно, уже намного лучше, мы стремимся к тому, чтобы, конечно, она смогла с другими быть. Вот. И с ним, ну, им доверяла, чтобы могла вот эти эмоции с ними проживать, с другими людьми. Такой интересный вопрос вообще. Какое самое тупое решение вы принимали за себя и за своего ребенка? Тут, в смысле, в отдельности, типа, за себя или вместе? каждый год за себя и какое глупое решение вы приняли за ребенка? Купить коляску и кроватку. Ой, да! Это было тупым решением. Это было тупым решением, да. Ну, кроватку не эту. А это будет относиться к нам? А будет это относиться к нам или к Оливии? Ну, не знаю, по факту, за ребенком. мы, типа, определили, где она будет спать, а она родилась и сказала... По поводу Оливии мы сказали. Она родилась и сказала «Ха! Хэр вам! Не будете так спать!» Я буду спать по моим правилам. Никаких колясок, ни одного дня она там не просидела, не пролежала, никаких кроваток. Нет, один день был. Один день был. Один день. Ей была неделя. Да. Ну, по отдельности, я даже не знаю. Только давай не говори, что там начала встречаться со мной. А так хотелось. Я просто не оцениваю свои, как бы, решения, как тупые. Да. Я умный человек. Это же жизненный выбор был. В тот момент, если мы что-то делаем, значит, в тот момент это было самое правильное. И заходя из всех факторов и, ну, в ней внешне. Но велосипеды и электросамокат я все-таки зря купил. А, ну да. Так не катался. А пока писка была, столько писка. Самое тупое решение это не защищать, молчать в тряпочку в университете перед научным руководителем, когда он на тебя свою пассивную агрессию вымещает, самоутверждается, судя по всему, самоутверждался, а ты молчал и кивал. И после этого у меня были проблемы с эмоциями, я начала есть и очень поправилась, очень сильно. Что же до сих пор на меня это отражает. Вот, наверное, вот это самое тупое решение. Это же тоже решение. Молчать в тряпочку это тоже выбор, это тоже действие. Поэтому вот так, наверное. Вы задумывались, откуда у вас успехи в блогинге? От Александра? От Натальи. На самом деле, она мозг. Вот видели мультик Мегамозг? Вот это Наталья, чисто вот это. Мегамозг всего вот этого вот, то, что происходит. Потому что, по сути, как бы, я в основном только снимаюсь и шучу. Причем, не всегда ей нравятся мои шутки и она на меня такая... Пошути, нормальная. Ну, ты просто начинаешь нормально и захочешь в какой-нибудь другой верх. И вот все, что вы видите, все, что творится в разных соцсетях, все, что создается, все, что монтируется, субтитры эти накладываются, все это делает она. И как бы, ну, получается, 99% успеха это Наталья. Ой, нет, Саш, ну, будь Наталья, что это просто механика, это просто менеджмент, а в своем случае это юмор, харизма, подача, то есть не будь бы Саши, не будь бы вообще ничего, так можно любой блок администрировать. Хорошо, давай поделим 50 на 50, вот все, короче 50 процентов, ну не 50, 70 и 30, администрировать можно любой блок, можно такое гэй снимать и до 4 утра монтировать, что это не залетит, Вот именно, мы иногда делаем такое, Гэ, ты так смонтировала, что оно залетело куда-нибудь. Кстати, да, создать не должно, я могу из такого ужасного материала сделать рил конфеточку. Какой самый дорогой подарок вам делал Саша? Только не говори Оливия. Ну блин, а о себя можно сказать? Нет. PlayStation? Нет. Что я тебе дарил вообще в жизни? А, я знаю. Блин, я даже боюсь, что она сейчас принесет, если честно. Ааа. Майкл, майкл? Маа, сумка майкл корс, заказанная из Сюме, по этому приложению. Мы живем, я думал, что мы живем в такой далекой дали. Я ее даже не ношу, она стоит просто на тумбочке у меня. В далекой дали, что как бы нам это не светит, но как-то Наташа, короче, научилась заказывать через интернет. И теперь она даже не удаляет отложения от Сума до сих пор. А я все как бы надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Вот, да. Я все еще надеюсь купить там еще одну, Марк, моя Марк Джейкоб сумочку. Да, Джейкоб сумочку хотим. Вот. Я тоже хочу очень эту Джейкоб сумочку. Она, наверное, в оборотни превращается, да? Джейкоб сумочка. Стой, а я хочу ответ. А что самое дорогое дарила Наташа Саше? Наверное, PlayStation самое дорогое тебе что дарила. Ну, да. Да? PlayStation. Да. Самая любимая дурачилка, 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 неважно. Оливия с родителями, вот прям от которой она пищит, вивищит и всегда срабатывает. Сахарная косточка. А, сахарная косточка, да, 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 да. Это, короче, тема. Это со мной так в детстве тоже играли. Вот, у нас здесь на ключице есть косточка, и типа ее нужно попытаться достать. Да, вот тут. Но надо легонечко давить, разумеется, чтобы не больно было, а как щикотно немного. Чтобы вот так брать, да? Да, и вот она любит эту очень игру, и она еще говорит, и все, и все. Она берет Сашу руку и так, и все, и все, и все. Оливия левша или правша? Тут несколько вопросиков. Левша или правша? Без понятия. Это сейчас так не определить. Она не пишет еще. Пока не определит, но часто она и той рукой взаимодействует. Чаще я не замечала какой-то, честно. Может быть, левой, кстати? Нет. Ушит ложкой, вилкой. Правой. Правой. А, ну, значит, скорее всего, правша. Какую музыку слушаете? Ну, вообще, любую. Но я... Нет, ну, если выбирать жанр, то только Роцк. Роцк, вот. Мальдумер Асмус, Иван Эссус, Филет, Скайлетт, Филетт. Скайлетт. Скайлетт. Ну, короче, Скайлетт. Вот, обожаю. Мои любимые. Какая любимая игра на плойке? Давай! Раз, два, три! Ведьмак 3. Белая охота. Какая белая? Какая черная, что ли? Сейчас, удачи тебе. Не надо. Какая охота? Дикая. А? Ну, белый хлад там просто я немного попутал. Ведьмак! БОЛЬШЕ. Тысяча. ЧАСОВ. Аж криво. Ага. Я аж почувствовал. На моей ноге, вон слюна теперь стекает. И вот такая сейчас на пол упадет. Подожди ты, пять секундочек. Пункт. Всё. Она... У меня ломка, я захотела поиграть. А я люблю Assassin's Creed. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Уоу. Как часто вы проводите время с семьёй и друзьями? Ну, с друзьями часто. Мы пытаемся видеться, как можем, стараемся. Вот. Ну, довольно часто. Так что, давай дальше. А всё, нету больше вопросов. А нету? Да, всё. Вот это мне нравится. Ты будешь сейчас рассказывать. И я буду рассказывать. Давай. Интересно. Какая ваша первая любовь Наташи и Саши? То, где полюбили первую любовь? То, где вы? Без понятия. Почему? Да я не знаю. Я не помню. Первая любовь в лагере, наверное, каком-нибудь была, блин. Ты что, прикалываешься? Не помнишь? Как это? Ну, вот так это. Это ж первая любовь. И что? Да нафиг пойми, когда было. И любовь ли это была? Да что ты сейчас открываешь там какую-нибудь Машу из садика, которой три года было? Кстати, я так в детском саду, да. Но мне было лет пять, наверное. Четыре, пять. По-моему, мы ее Маша звали. Маша, реально? В садике. Реально Маша? Белобрысая такая была. Белобрысая? Это любовь твоя первая? Нет, ну, у нас тоже мальчик был в детском саду, все вкрашивались в него. Или Таня. Нет, нашего Вани звали. Я в него, девочки, всем он нравился. Я помню, что она белобрысой была. Ну, это не первая любовь. Что это первая любовь? Это какая-то детская просто... Давайте так. Ерунда вообще. Любовь, любовь. Вот она, любовь. Я? Да. Че, правда? Ну, я знаю, я знаю. Каких блогеров любите и любите вообще? Ну, много разных. Вот мой любимый, это, например, Топ-А, Топпер-шоу, который, вот, мне еще нравится. Но это не блогер, у меня нравится канал Агаты Криски, где там расследуются разные там дела. Ну, Катя Клэп, это мое детство просто. Мормок. Мормок, по играм. Вот. Да. Купленов нравится. Купленов нравится. Кусачев. Мне считается, полезный бес. Его этот... Бес полезный. Нет, полезный бес он называется. А я думал, он бес полезный. Ну, это типа игра. А-а-а. Ну, это по играм, это все по играм, чувак. Посмотрите его, этот, нарезку смешных моментов в Death Stranding, просто. Шиштан. Я давно его не смотрела. Кусачев. Кусачев. Все работы хороши, канал. Мы в основном по YouTube. В основном по YouTube. Ну, всякие разные интервью. Ну, тут уже как попадется. Но сейчас мы стали больше наблюдать за блогерами из TikTok, допустим, в Instagram и так далее. Поперечные мне нравятся. Да, поперечные. Ну, мы сыграем и смотрим такие же семейники. Ну, кликлаг в целом, в принципе. В TikTok и в подобных там соцсетях мы смотрим в основном таких же семейников, как мы. Да. Потому что, во-первых, прикольно. Во-вторых, надо идти и тырить. Нет, во-вторых, ну, смотрены. Ну, то есть, интересно все равно, как ведут люди подобным контентом, ну, свой канал. Интересно. Да и все, в принципе. То есть, я раньше помню по бьюти и всяким тревалоканалам. Но я уже даже забыла, как они называются. Мне не нравятся. Ну, вот и, наверное, все. Мы постарались выбрать интересный вопрос на них ответить. Поэтому, ребяточки, смотрите. Я предлагаю, что вам сделать. Подписаться на канал. Поставить колокольчик. Нажать лайк. Репостнуть это видео своему другу. Или брату. Маме. Или соседу. Чтобы они посмотрели и сказали, что вы придумали. Конечно. Но это поможет выйти нам в тренды и стать популярными влогерами. Я надеюсь. Подписывайтесь на наши соцсети, на наш телеграм-канал. Мы периодически будем такое там проводить. Я буду просить задавать вопросики, чтобы мы снимали видео. Все ссылочки будут внизу. Вот. Поэтому... Ждем от вас обратной связи. Пока-пока. Приятного просмотра... А, нет. Спасибо, что посмотрели до конца. На-на. Уставших, сонных. Но мы старались. Надеюсь. Чай, который ты сейчас пьешь, оказался очень сладким. Прям как мы. Так, все. Съемки сделали. Давай иди мыть посуду. Что мыть посуду? С 3 часа ночи мыть посуду? Ну, не я же ее пачкал там. Ты ела пельмени. Иди теперь мой. В смысле я? Ты что меня арбузишь, блин? В смысле арбузишь? Арбузишь, все. Ой, Саша, ну все. Все, все, все.